Гитлеровские марши смерти В течение более чем двух тысяч лет евреи и христиане были разделены. Но сейчас Бог призывает к исцелению ран прошлого и утешает Свой народ. Узнайте о том, как Бог пророчески соединяет евреев и христиан по всему миру в передаче «Примирение через крест». А сейчас ведущий Митч Джером. «Если смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут молиться и взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей своих, то Я услышу с неба и прощу грехи их, и исцелю землю их». Пасторы Йобс Битнер и Шарлотта Битнер участвуют в служении ТОС. Их конгрегация, опираясь на Священное Писание, твердо убеждена, что Германия и другие народы должны достичь единства с Богом через молитву, покаяние, личные взаимоотношения с Иисусом и праведное отношение к Израилю и евреям. Шарлотта, сегодня речь пойдет о нашем первом марше. В течение нескольких дней мы прошли почти 3000 километров, чтобы покрыть всю Германию печатью звезды Давида. Объясни, почему мы это делаем? Мы провели марш жизни, и к нам присоединились некоторые из наших мессианских друзей. Это было невероятное событие. В нем явно чувствовалась сила Божья. Поэтому мы решили, что именно это должны были сделать, и на этом успокоились. Но в конце года мы почувствовали, что нам чего-то не хватает. Мы охватили только юг и запад Германии. Никто еще ранее не проводил такого в восточной части этой страны. Имеется в виду марш жизни? Да, марш жизни. Там, где до этого проводили марши смерти? Вот именно. Однажды Иопс увидел карту с множеством темных точек, которые оказались местами концентрационных лагерей. Мы узнали, что вся восточная Германия была усеяна этими черными точками. Тогда Иопс сказал, что мы должны это сделать. Что было отмечено черными точками? Ими были отмечены лагеря смерти, концентрационные и вспомогательные. Мы можем сказать, что большая часть этой земли пропитана кровью, потому что марши смерти проходили здесь всего 60 лет с лишним назад. Наши зрители знают, что существовало всего 22 концентрационных лагеря в самой Германии. Но только недавно стало известно, что кроме них было множество вспомогательных лагерей и боковых лагерей. Их намного больше. Свыше 1200. И это только главные лагеря. Кроме того, у фашистов были вспомогательные лагеря. Речь идет о том, что во всем Третьем Рейхе фактически насчитывалось от двух до четырех тысяч концентрационных лагерей. Значит, вам хочется пройти маршем жизни там, где раньше люди шли маршем смерти. Но вы говорили, что в Восточной Германии было так много марши смерти, что все пути невозможно охватить. Кровавое пятно так велико. А что насчет звезды Давида? У Иопста появилась отличная идея. Он видел образ. Это было подобно видению в духе. Иопст сказал, что нам нужно покрыть сеть этих дорог другим символом. И он решил так. Лучшее, что мы можем сделать, это наложить печать звезды Давида на всю территорию. Иначе говоря, с самой северной точки до южной границы Восточной Германии. Вот какая идея у нас появилась в начале этого года. Покрыть землю Восточной Германии звездой Давида, пройдясь по всем маршрутам. Шарлотта, расскажите, давно ли ваша церковь соблюдает еврейские традиции? Вы на стороне Израиля. Это не самое популярное решение. Как вы решились на такое в своей церкви? Была ли она с самого начала готова к этому, или ей пришлось претерпеть изменения? Все началось с 2000 года. Сейчас нашей церкви уже более 20 лет, но все началось в 2000 году, когда Господь впервые попросил нас поститься в течение 40 дней. С того момента вся наша церковь делает это каждый год. И во время такого поста Святой Дух начал говорить нам о преступлениях наших отцов и дедов, которые они совершили во время Второй мировой. И Святой Дух сказал, что мы не только должны покаяться и сказать, Боже, это было грехом, прости нас. Он говорил, что все мы виновны, потому что это наши предки, наша кровь. У нас тот же генетический код, что и отцов и дедов. Поэтому мы можем совершить то же самое, что делали они. Именно тогда началось время такого покаяния, подобно которому мы никогда не испытывали в своей жизни. Все люди из нашей церкви, все лидеры, включая и Обста, и меня, покаялись в грехах своих отцов и дедов за то, что они сделали во время войны. Нам пришлось заняться исследованиями, чтобы узнать, какие именно преступления они совершали. Мы должны были выяснить, убивали наши предки людей, в том числе и евреев, или нет. Служили они в концентрационных лагерях, как охранники, или делали что-то другое. И каждый из нас узнал, что на его семье лежит печать какой-либо вины. Дух Святой сокрушил наши сердца, и мы неделями и месяцами каялись в этом, плача и взывая к Господу. Все это очень изменило нашу церковь. Некоторые немцы могут возразить, это все в прошлом, это дела наших предков, а не наши. Но для вас все оказалось намного серьезней. Вы можете разрушить проклятия, под которыми живут немецкие семьи. Да, мы верим в это. Так говорит Библия. В Ветхом Завете написано, что проклятие сохраняется до третьего и четвертого поколения. Вот почему мы всем сердцем верим в это и видим, что проклятие остается на тех, кто не смирился, не преклонился и не покаялся за грехи отцов и дедов. Мы видели перемены в людях. Мы слышали свидетельства. Люди говорили, как сильно это изменило их жизнь. Мои отношения с Иисусом стали глубже. Депрессия покинула меня. Мы увидели серьезные результаты этого покаяния. Это одно из самых ужасных мест, о которых только может поведать история человечества и Германии. Но вы все равно продолжаете делать то, к чему вас призвал Бог. Вы несете пробуждение этой земле. Ведь ваше покаяние разрушило проклятие прошлого, сокрушило ваш дух. Бог взаимодействует лишь с сокрушенным духом, не так ли? Конечно. Мы знаем, что Господь ищет сердца, которые готовы сокрушаться, а не просто религиозно повторять. Господь, мы любим Тебя и хотим служить Тебе. Бог ищет сокрушенных сердцем. Именно поэтому мы хотим быть пригодными для Него сосудами. И именно потому совершаем этот марш жизни. Мы хотим быть сосудами, в которые Бог сможет снова излить Свой дух, чтобы обновить наш народ. Сегодняшний подъем антисемитизма достиг такого же уровня, как перед Второй мировой. Во время Холокоста мир промолчал, как и большинство немцев. Это молчание близится снова. Пастор Йобс и его марш из жизни призывают нас не молчать ради Сиона. Большая часть семьи Розали погибла, попав в тиски гитлеровской машины смерти. Ее родители смогли бежать и в конце концов переехали в Америку, но уже были не в силах заботиться о себе. Братья вместе с ней попали в сиротский приют, откуда они были усыновлены разными семьями. Розали никогда не любила немецкий язык, не доверяла немцам и всему немецкому. Марш жизни не только стал для нас путем к исцелению, покаянию и прощению, но и к положительному жизненному опыту. У меня была такая ненависть. Я вас ненавидела. Мы вернемся к вам после короткого перерыва. Слишком долго христиан и евреев разделяло непонимание. Они не могли общаться. Сейчас настало время восстановить еврейско-христианские взаимоотношения. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Марши смерти были крайним решением. Эти верующие прошли свыше 3000 километров по тем же дорогам смерти, но в освященной и помазанной обуви. Марш тишины, марш молитвы, марш соединенных рук. Со слезами раскаяния, с молением к Богу богов и Господу господствующих, утвердить его дух в их земле и запечатлеть ее. Марш завершился, когда восточную Германию символически опоясала звезда Давида. Мы двигались по тому же маршруту, по которому невинные люди шли на гибель. Мы заходили в концлагерь Бухенвальд. Каждому свое написано на его воротах. Бухенвальд стал местом первой официальной казни в немецком концентрационном лагере. Стоит добавить к этому еще 56 тысяч жертв. Только ради эксперимента в Бухенвальде было расстреляно 8 тысяч русских военнопленных. В Бухенвальде проводились медицинские исследования, во время которых людей с ограниченными возможностями заражали тифом и давали яд. В Бухенвальде нацисты мумифицировали головы умерших евреев и дарили их друг другу. Мы узнали, что кроме 22 основных концентрационных лагерей существовали еще 1400 дополнительных, в основном в Восточной Германии. В них происходили такие же ужасные события. Узники были обречены на рабский труд, смерть и уничтожение. Роза Прайс прошла 6 лагерей. Она молилась за людей, и люди молили за нее. У меня была такая ненависть. Я вас ненавидела. Мир. Страны, которые я знала. Я не хотела говорить на их языке. Я не хотела притрагиваться к их пище. Я не хотела ничего слышать. В марше жизни участвовал Питер Лотт, еврей, переживший Холокост. Он родился в концентрационном лагере, где детей убивали или использовали для медицинских опытов. Питер выжил после такого эксперимента, и его история стала просто невероятным примером. Его насиловали и над ним издевались множество раз, когда ему было только 6 лет. Все это записано в его книге «Мир из кусочков». Моя жизнь началась в концентрационном лагере. Надо мной проводили эксперименты. Но Ишуа не оставлял меня. И потом, когда нас освободили, к нам пришли русские. И, как уже говорил этот джентльмен, мы снова оказались в аду. Нас отправили в сиротские дома. Нас насиловали. Нас избивали. Нас пытали. Меня и Розу Прайс. После лагерей смерти мы снова попали в лагеря смерти. Мы принимаем вас и прощаем. Мы любим вас. Вы не ответственны за это. Но настало время расставить все по местам. Новое начало. Это новое начало. Иерусалим. Звезда Давида. Я люблю всех вас. Продолжение смотрите после перерыва. На протяжении столетий евреев и христиан гнали, мучили и убивали. Пусть это больше не повторится. Бог осуществляет план восстановления единства между евреями и христианами. Сбываются предсказания пророков. Мы никогда не должны забывать об этом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Продолжение следует... Во-первых, Вальтер, одно дело просто пройти 10 километров, и совсем другое сделать это, когда твое тело не готово к такому испытанию. Вы расскажете нашим зрителям о состоянии своего здоровья? Мне поставили диагноз – кистозный фиброз. Так почему же, несмотря на это, Вальтер, вы решили пройти марш вместе с нами? Почему не захотели просто поддержать нас, помолиться, а решили сами принять участие в марше? Почему вы решили пойти? Вся наша церковь, все мы имеем дело с нацистским прошлым. Лично я узнал, что мой дед, которого звали Вальтер Грунт, был лейтенантом. И однажды ко мне в церкви подошел Питер Лотт. Я лично просил у него прощения. Никто не мог рассказать, что происходило с Вальтером Грунтом-старшим, когда он был на войне. Но Святой Дух открыл мне, что он повинен во многих убийствах, в том числе и в убийствах евреев. Поэтому я попросил прощения у Питера, как у еврея, но также попросил прощения и у Ешуа. Я верю, что важно получить не только душевное, но и физическое исцеление. Кистозный фиброз — генетическая болезнь. Так что я убежден, это связано с историей моей семьи, потому что Библия говорит, что до третьего... Проклятия передаются до третьего и четвертого поколения. Да. И я верю, моя болезнь — это результат проклятия. Вы узнали о том, что ваш дед был лейтенантом и ответственен за смерть многих людей. Вы в этом не виноваты. Убийство совершал ваш дед. Но вы приняли на себя ответственность за случившееся тогда. Можете рассказать нам, почему? Да. Я думаю, что мы, потомки, ответственны, особенно в Германии. Когда речь идет о нацистских преступлениях, многие говорят, что это было давно. Уже сменились поколения, так что это меня не касается. Но я думаю, что это касается всех. И важно не просто говорить о случившемся, но просить прощения у Иешуа, и тогда все изменится. Кроме того, вы можете пойти к тем, кто еще жив, как в моем случае. Также это может повлиять и на ваших родителей. Я верю, что они тоже поверят в Иешуа. Вальтер, мне хочется, чтобы вы уделили минутку и обратились к нашим еврейским зрителям, которые не знают о том, что происходит в Германии. Здесь сердца верующих горят желанием остановить кровную месть за жертвы фашизма и достичь примирения. Я думаю, что вы можете быть представителем многих. Я верю. Вы могли пройти через то, что может показаться невероятным, или через серьезные трудности. Однако, позвольте мне лично попросить у вас прощения. Я немец. Я родился в 1972 году. Особенно прошу простить меня тем, кому тяжело слушать немецкую речь. Не могу представить себе этого. Я читал о том, что некоторые люди не могли слышать ее до самой смерти. Все мы. Все. Мне бы хотелось помолиться за вас на немецком, чтобы вы приняли исцеление, дать которое может только Иешуа. Иисус, я молюсь тебе, чтобы ты пришел и прикоснулся к этим людям, которые пережили ужасные события. Я молюсь, чтобы ты пришел к ним через телевизионные камеры и прикоснулся к тем людям, которые сидят перед экранами. Я зову тебя, приди к ним. Во имя Иешуа. Аминь. На этом мы завершаем нашу передачу. Не забывайте, в эти времена действует Бог, и они предсказаны пророками. Присоединяйтесь к нам в следующий раз. В передаче «Примирение через крест» мы с помощью Бога Абраама, Исаака и Иакова снова будем соединять сердца и руки евреев и христиан. Шалом! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok